Заброшенное здание на Маяковского, 27, не даёт покоя местной детворе. На крыше строения то и дело можно заметить шастающих подростков. Как долго осталось до роковой трагедии? Этим вопросом стали задаваться неравнодушные северяне. Городские заброшки, так называют недостроенные или аварийные оставленные владельцами дома, всегда были и будут излюбленным местом для игр многих детей и подростков. Ребята часто не понимают, какие опасности могут подстерегать их в таких зданиях. За здоровье и жизнь юных северян волнуются жители города, среди них Александр Чубаленков. Уже несколько месяцев мужчина бьёт во всей инстанции и просит обнести небезопасное место забором. Ведь ещё немного и может случиться беда. Я как-то проходил здесь мимо этого дома, и вот на высоте вот этого четвёртого этажа, вот на самом верху, ходила девочка. Потом она села и сидела на самом верху, метров 10 до земли, до козырька. То есть 10-летняя девочка и вот 10 лет. И мне это произвело такое впечатление, что захотелось как-то всё-таки это дело поправить. Власти разводят руками, здание частное ничем помочь не могут. А дети в это время продолжают тусоваться в давно заброшенном строении. Наблюдать за этим, как выразился мужчина, безумием совсем не осталось сил. И пока все бездействуют, Александр собственными силами пытается хоть как-то починить забор. Возникло такое, в общем-то, желание, чтобы каждый день всё-таки приходить сюда где-то в обед и заделывать ежедневно этот забор. Если это будет ломаться, значит, вот как-то всё это восстанавливать в ожидании подхода основных сил. Мы также призываем родителей следить за своими детьми и вовремя объяснять им, что ходить по заброшенным территориям строго запрещено и опасно для жизни и здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok